Девушки отдыхают 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 Вот тут? Чуть-чуть ближе. Даже ниже? Да. У нас должны получиться две вот такие вот детали. Это у нас будет нижняя, это у нас будет верхняя. Так. Что мы можем теперь с ней сделать? Мы можем их соединить. Аккуратненько. Вот так. И все? В принципе, коробочка у нас уже готова. Боже, одна минута прошла, а коробочка уже готова. Ну, я представляю, как обрадуется ребенок, когда мама ему подарит пластиковую бутылочку. Да. Мы должны, конечно же, задекорировать эту нашу коробочку. Декорировать мы ее будем в пингвина. Первым делом нам необходимы акриловые краски. Пингвин у нас черно-белый. Берем сначала белую краску. Ну, ты же знаешь, нас всегда интересует цена. Акриловые красочки. Ну, бутылки, понятно, это бесплатная тара получается. Акриловая красочка, можно покупать маленькие тюбики, они от 8 гривен стоят одна штучка. Для нашего пингвина нам необходимо минимум 4 цвета. 40 гривен нам понадобится. То есть он не совсем черно-белый? Не совсем. Сейчас расскажу, почему. Итак, приступаем. Для начала берем кисточку и белой краской начинаем рисовать ему грудку. Мы это делаем посерединке. Верхняя часть как сердечко, а нижняя просто закругленная. То есть не как острие сердечко, а вот закруглим. Акриловые краски ложатся достаточно хорошо. Все наклеечки, все, что у нас есть, мы снимаем. Вот таким образом у нас получается уже, в принципе, готовая грудка. Вот эта акриловая краска безвредна, если, например, дети будут вместе с нами участвовать в этом мероприятии. Да, акриловая краска у нас на водной основе, она не имеет запаха, очень быстро высыхает. И можно работать с этой краской вместе с детьми. Теперь нам надо добавить основной цвет, черный. Начинаем закрашивать остальную часть пингвина. Однако верхнюю часть, где-то полсантиметра от нашей верхней белой части, мы оставляем в пустой. Сейчас покажу, как. От этой полосы вниз мы закрашиваем. Ты видела когда-нибудь пятилитрового пингвина? Пятилитрового? Нет, но хотелось бы, кстати, попробовать. Я тут одним глазом заметила, что получится вот что. Да, у меня уже есть готовая высохшая заготовочка. Как долго будет сохнуть краска? Краска у нас быстро сохнущая, буквально 20 минут, и она высохла. Сверху у нас будет шапочка. Цвет выбираем на свое усмотрение, любой нам подойдет. На какое количество коробочек или упаковок, по твоему опыту, хватает вот одной баночки краски? Или если вот такой набор купить? Если вот такие маленькие, на 5 штучек хватит точно. Это по 8 гривен пингвин. Если покупать хорошую упаковочку в магазине, то это дороже будет, правильно? Да. Плюс вы можете это делать вместе с детками. Можно это очень красиво обыграть. Мы, например, делаем упаковочку и оставляем в ней записку для Деда Мороза, что наполни нам эту коробочку конфетами. А еще надо говорить, понимаешь, чем красивее будет пингвин, чем вообще больше Деду Морозу понравится. Вот и стимул ребенку красиво рисовать. Теперь, пока у нас будет сохнуть наша шапочка, у нас есть немножко времени, и мы сделаем балабон на шапку. Вот нитки, которые у нас есть. Какие нитки лучше брать? Ну, у тебя тут разные, кстати. Любые, в принципе, можно и для вязания, и мулине. Можно использовать и обычные нитки для шитья, просто их тогда понадобится очень много. Давай я докрашу, а ты уже начнешь показывать, как делать. Как делать балабончики? Вспоминаем уроки нашего труда со школы. Возможно, разными способами это сделать. Покажу вам один из них. Просто на два пальчика мы вот так вот накручиваем нашу нитку. Начинаю припоминать уроки. Ведь трудовик – это самый интересный учитель в школе. Девчонки, помните, когда нужно было ночную сорочку шить, и вот сидишь и думаешь, боже, какой же фасон выбрать? А на самом деле фасон один, вот такой вот. Следующее наше действие – посерединке нам надо завязать ниточку. Так, и теперь что? Затем мы снимаем с пальчиков, и верхнюю и нижнюю часть мы разрезаем. Получается у нас вот такой вот балабончик. Ой, как хорошо. Краска у меня не высохла еще. Не высохла, пока краска сделаем... Макияж? Давай. Делать мы это будем очень просто, никаких сложных лиц рисовать мы ему не будем. Сделаем два гладика, сделаем клювик. Хорошенький. Слушай, сейчас знаешь, в Японии есть такая история, просто пингвинчиком все добровольцы вяжут такие комбинезончики специальные. Одевают, и в зоопарк люди приходят, а там пингвинчики такие идут все одеты. Стильные. Да. Что мы дальше делаем? На быстросохнущий клей, в этом случае мы не можем использовать горячий, потому что поплавим наш пластик, мы приклеиваем наш баламбончик. Ой, какая прелесть. Слушай, на самом деле это очень трогательно. Сейчас я тебе покажу три варианта, какие можно сделать разных размеров и разных вариаций. Сейчас у нас появится стадо пингвинов, встречайте. О, боже мой, какая прелесть, смотрите. Оля, там уже что-то есть. Я действительно чувствую себя девчонкой, которая сейчас получит какой-то подарок. Можно открывать? Конечно, нужно. Мы как раз продемонстрируем, что разные подарки можно дарить и мужчинам, и женщинам, и деткам. Да что вы, ну вот, это же мужской подарок. И пингвин, конечно, соответственно, такой здесь серьезный. И коробочка многофункциональная, в принципе, потом вы можете ее тоже использовать под какие-то мелочи. Это, наверное, девчачий. Ну да. Слушай, это получается как два подарка. Один подарок – это вот такая упаковка, второй подарок – это то, что находится внутри. Да. И это подарок для всей семьи – папа, мама и малышка. А для малышки, конечно же, у нас будут сладенькие, вкусные конфетки. Знаю еще об одном подарке, который понравится абсолютно всем. 11 января в Октябрьском дворце в 19 часов состоится гала представления участников шоу «Танцуют все». Я там буду обязательно. Это пропустить невозможно, потому что это красиво, весело, задорно, великолепно. И вы еще успеете купить билеты. Обязательно присоединяйтесь. Идем дальше. Конечно же, чтобы принести подарок, нам нужен кулечек. 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 Так грустно прозвучало. Но я очень не люблю кульки, которые пластиковые, потому максимально стараюсь, чтобы они были бумажными. И сейчас мы из подручных средств сделаем бумажные пакеты. Из того, что найдется дома. Да. Открываем, посмотрим еще. Посмотрим, что у меня нашлось. Что-то бумажное. Журналы, газеты. То, что есть у каждого дома. Ну и в любом случае, бросая от вам почтовый ящик, точно что-то найдется. Дырокол, ленточки, ножницы и клей. Газеты, они достаточно тоненькие. Из них пакетик, наверное, не очень получится. Но вот из журналов, лицевые их странички, они достаточно плотные. Из них получится пакет очень такой солидный. Как мы будем делать наш пакетик? Берем листик, сворачиваем пополам. Теперь вот эта сторона у нас раскрыта, нам надо ее склеить. Склеиваем мы не вот так, прижимая друг к другу, а нахлест. То есть одну на другую. А на сколько должен быть нахлест? Где-то на сантиметр. Клей какой использовать, Уль? Клей-карандаш для бумаги – это оптимальный вариант. Бумага не промокает. Как, например, после клея ПВА. И достаточно быстро схватывается между собой. Вот у нас получается, как трубочка прям такая. Одну сторону. Желательно брать ту сторону, которая у нас неровная, некрасивая, чтобы она не была заметна у нас потом. Мы загибаем. Сколько сантиметров? Ну вот на такой пакете сантиметра два-два с половиной. Это у нас будет дно. Чем больше вы загнете кусочек, тем шире будет у нас днище. Дальше мы открываем вот таким образом. И аккуратно загибаем с одной стороны вот уголочки. Одну сторону приподняли. От каждой стороны к центру загибаем еще с одной стороны. По половинке, да? Угу. Чуть больше, чем половинка, чтобы они вот внахлёст. Вы же понимаете, что вы можете просто вот в прямом эфире буквально делать вместе с нами такую упаковку для подарка. Да, это очень быстро. И вот верхнюю часть мы промазываем клеем. И приклеиваем. Донышко наше готово. Сейчас покажу, какие варианты получились у меня. Так у тебя вот этот листок больше, да, просто? Можно сделать полностью из разворота большого. Ольчик, я одного не поняла. Как мне вот эту вот штуку сделать? Вот эту? Чем шире днище, тем шире, получается, боковые у нас части. И у нас можно их вот аккуратненько, вот эту боковую часть, сложить вовнутрь. С одной стороны и, соответственно, вот с другой стороны. И у нас вот эта стеночка получится такой же ширины, как и дно. Да. И вот наши боковушки готовы. С помощью дырокова мы делаем отверстия. В эти дырочки продеваем ленточку. Либо в эти же отверстия мы можем продеть шнурочки. Помоги мне, пожалуйста, завязать красивый бантик, Ольчик, как ты умеешь. Вариант тоже такой красочный получится, может, с бантиком симпатичным. Но пустой пакет. Зачем он нужен? Давай туда что-то положим. Ну, в принципе, он как бы нужен. Но это как горшок без меда. Вот именно. Поэтому у меня тут есть вот такие подарочки. Хоп! Смотри, какая красивая свеча, правда? Прекрасная. Такая вот она новогодняя, на подушечку похожа. А на самом деле, если зажечь ее вовремя, во время праздников, так она еще и будет долго-долго радовать. Ну, а вот этот милый снеговичок, боже мой! Он будет создавать новогоднее настроение весь год. Это поместится в мой пакетик, а это в твой. У меня готово. Раз, и все поместилось. Прелесть подарков в том, что мы их кому-то дарим. Вот вам понравился вот этот подарок? Кто громче всех аплодирует? И бегу к вам! О-о-о! Я вас вижу! С наступающим Новым годом! Спасибо! Будем все добрые! У меня ведь еще есть подарок, который я своей подруге обещала, помнишь? Вот к нему мы и возвращаемся. Это мы можем сделать очень быстро, неимоверно красиво. Одев носки. Да. Только я пока не пойму, что ты будешь делать. Не поверишь. Одевай... Берем на стол. Никогда я еще не одевала носки на бутылку. Вот это тот вариант, когда мужчина не обидится, что я ему опять подарила носки. Обратите внимание. Я сама как подарок вместе с вот этой бутылкой. Для подруги у нас подойдет вот такой смешной вариант. Ой, какая прелесть. А где второй носок, Оля? Второй носок у нас послужит шарфиком. И смешно, и весело, и два в одном. Еще один вариант, что можно сделать с нашей бутылкой. Достаем рубашку. Из рубашки мы уже делали интересные вещи для интерьера. Это были у нас наволочки для подушек. Наволочки, помню. Но на этом мы не остановимся. Мы возьмем рукав. Отмеряем высоту нашей бутылочки с зазором сантиметров 20. И вот здесь вот мы аккуратненько отрезаем. И что мы дальше делаем? Мы точно так же одеваем на нашу бутылку. Сверху мы можем завязать какую-то красивую ленточку, либо так же галстуком. Это будет тоже подарок два в одном. Нижнюю часть под бутылкой мы можем аккуратненько иголочкой с ниточкой просто наметать и затянуть. Нашу рубашку мы никуда не выбрасываем. Ну ее же можно еще носить, конечно. Потому что в одной из следующих наших передач мы покажем, что именно можно сделать с остатков рубашки. Еще один вариант другого цвета. И то, что я говорила, бутылочку просто аккуратно иголочкой мы наметываем ниточкой и затягиваем. Сейчас вот важный момент для меня лично. Не могу определиться, что больше нравится, рукав или носки? Носки! Теперь уже традиционный на сегодня вопрос. Кому вот это нравится? Уже оживились! И тут я так говорю, мужчина! Я иду к вам! Здравствуйте! Как вас зовут? Андрей. Андрей, очень приятно. Вы с кем Новый год отмечаете? С семьей. Передавайте им, пожалуйста, привет. И вот эти вот носки от программы «Все будут добре». Скажите, Надя Матвеева согрела их всем сердцем. Вам будет очень тепло. С наступающим! Спасибо вам! Согласитесь, когда начинаешь готовиться к Новому году, это уже почти как праздник, да? Я тебе очень благодарна за все, что мы так красиво упаковали. Тебе что больше всего нравится? Мне, конечно, больше нравятся пингвины, потому что в душе я все еще ребенок. Но больше всего мне понравилось, что сегодня Надя была Дедом Морозом и столько приятных подарков сделала. А вот моя дорогая Снегурочка, которая, конечно, заслужила конфетку. Давай скушаем. Вы теперь знаете, как упаковывать подарки, правда?